Дорогих гостей глава курорта встречал на рабочем месте. При галстуках, но в непринужденной атмосфере, мэр и представители крупнейшего туроператора на российском рынке обсудили возможное сотрудничество. Пегас Туристик, который специализируется на выездном туризме, в этом году решил переориентироваться на внутренний рынок. Среди российских городов, которые попали в поле зрения туристического гиганта, оказался и Сочи. Компания планирует наладить сообщения между курортом и еще десятком городов страны. События, которые произошли, корректировали наши планы по поводу увеличения парка самолетов. Но, тем не менее, тот парк, который у нас имеется на сегодняшний день, он позволяет нам осуществить из порядка 10-12 городов еженедельные регулярные полеты. Пегас Туристик, которого выбирают ежегодно более трех миллионов путешественников, готов и в Сочи привлечь внушительное количество туристов. Сейчас компания вместе с городскими объектами размещения разрабатывает единый туристический продукт, который будет включать в себя все необходимые услуги. Авиаперелет, проживание и трансфер. Курорт, в свою очередь, делает все возможное, чтобы гостям не пришлось скучать. В Сочи практически ежедневно проходят международные и всероссийские спортивные мероприятия. Да и культурная программа города насыщена событиями. К слову, ставка на событийный туризм, сделанная городскими властями, уже дала первые плоды. По словам Анатолия Пахомова, на лето 2015-го уже забронировано порядка 60% номерного фонда. Привлекательным для туристов остается и зимний Сочи. К услугам гостей – горнолыжные трассы, бальнеологические курорты, экологический туризм. Да и цены в это время года вполне доступны. На сочинский туристический рынок «Пегас Туристик» планирует прийти уже этим летом. До наступления сезона компании предстоит решить несколько организационных вопросов. Наладить авиасообщение, договориться с объектами размещения, изучить возможности курорта. В этом деле компании обещала помочь городская администрация. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.